Пока я вчера лосей гонял, где мои избушки в лос проходил. 300 метров от избушки. Пали сосеки. Наваляло на пути. Вот в ручеёк небольшой спускаюсь. Тут сплошняком вот так вот идет. Ветровал. Тут хоть тоненькие. Капкан уронил вместе с деревом. Дерево, вернее, вместе с капканом. Там крышу видно. Сам капкан. Фартлайт. Далеко. Полтора километра. Я сейчас стою. 400 метров от путика и он еще дальше на полтора километра. Всем привет. Занимался сегодня таскотня мяса. Ну, один рейс сделал, но больше там проторчал, потому что фарт сразу как подошли к побойке. Я еще не подошел. Он уже там начал лавить где-то. Ну, видимо, второй бык вернулся и там где-то рядом находился. Фарт его облаивал. Но от побойки еще 1,8 кг еще в гору и в горельник. То есть там везде горельник. Туда даже возможности пропилиться нет. Ну, пропилиться есть возможность, но оно того не стоит. В общем, не стал я туда идти. Занимался мясом. Вот оно какое-то время еще лаял. Потом я его уже не слышал. Но это на самой горе он, получается, лаял. А потом, видимо, за гору ушел, когда все, связь пропала с ним, с ошейником. И все, я его больше не видел, не слышал его и не слыхать. За горой-то, когда он лает, и по прибору не видать. И все, я прождал. Вот с 12 он пропал. Вот лая его перестал слышать. И три часа еще не было его не слышно и ничего. Сегодня пропилился. В основном туда пропилился до места. И вот там еще остатки там разделывал. Мясо вырезал. Потому что кости таскать. Ну, я вот бы нахрен. Сейчас затоплю печку. Надо что-то варить ставить и ждать кабеля. У меня на памяти только один кабель у меня терялся так. И то молодой на первом году. Это север, который у меня до этого кабеля был. Север. Вот я же, когда этого кабеля взял, чтобы было его где держать, пришлось того кабеля севера отдать тоже в другие руки. Ему уже было пять лет. И вот на первом году он здесь, в этой избушке, кстати, и терялся. Тоже так же пошли. А мы-то с его матерью с сукой дымкой пошли дальше. Там что-то белка, по-моему, была или что? Или они в сторону уходили куда-то с этой сукой со старой. И ко мне, на путик, вернулась только одна дымка. Но весь день проходили мы с ней. А потом я вернулся в избушку. А кабель здесь. Но это первый раз так потерялся. А потом он уже серьезно потерялся. У него получилось так, что там у меня часть путика по дороге проходила. И я с этой дороги сворачивал. Но я свернул, уже снег был. Все, думаю, последует увидят дымка. Тем более она этот путик уже знала. А они, собаки, как вдвоем ломанулись по этой дороге прямо, не сворачивая. Ну, то есть, они-то впереди были. Они не знали, что я буду сворачивать. Ну, и убежали вперед. Одно я свернул. Уже с километра прошел по путику там. Прибегает дымка одна. С севера нет. Все, я думаю, ну, прибежит по следам. Суды-то видно по снегу. Затем, нюх есть. Тем более. Его нету, нету, нету. Я в другую избушку уже ушел. Старую. Потом его нету. Я пошел на утро искать. Сразу туда напрямик. Ну, я уже догадался, что он, наверное, с этой дороги. По этой дороге как убежал. И с концами. На эту дорогу напрямик. Там машину оставил. И кратчайшим путем к этому месту пошел. Прихожу туда. Точно уже следы так замело. Немножко. Но видно, что они носились там собаки по этой дороге. Он, видимо, приходил на предыдущую избушку. Ты ночевали до этого. И опять напрямую по дороге убежал. Даже не посмотрел, что дымка свернула ко мне. И я свернул с дороги. Следы просто пробежала. Все. Короче, получилось так, что он ушел к соседу по участку. Там получилось так, что он как раз проверял в тот день путик. и к этой дороге выходил. И он, кобель, на его следы напал. Там у собаки были. Ну и, короче, он пришел к ним в избушку. Но он-то уже знал этого кобеля. Сосед по участку Димка. Потому что ко мне на вот эту избушку вот он приходил и видел этого кобеля. Там отдельная история была смешная. и это он видит, что мой кобель повел этого кобеля ко мне сюда в избушку вот в эту. А я в этот день как раз к нему в избушку пришел. А он уже ушел. И вот так друг за дружкой мы и ходили. Я переночевал в его избушке. Но он записку продоставил, что Леха твой кобель пришел. Я его повел к тебе на эту ну на эту избушку на ручей на этот ручей. Все. Я переночевал прямиком потом сюда в эту избушку иду. Они уже в моей избушке в этой переночевали. Они пошли. Он пошел другим путем. А я тут тоже напрямик там другим путем. И когда он вышел на мои следы когда я прошел уже кобель-то север мои следы раз понюхал вроде как по следу по следу пошел оборачивается на Димку то. А тот говорит что давай давай хозяин твой давай догоняй. Ну и все он побежал меня догонять вот меня догнал вот в этой избушке уже сюда пришел. Такая вот история была. Ну это на первом году он был Фортьюга пришел. Вот все сейчас кормежка будет. Че угнал лося? Да, Фортьюга? Сейчас я тебе поесть дам. С утра с ночи хорошая знатная. Снежок. Вот такой вот снег хрустит под ногами. Тепло 0 градусов. Идем таскать мясо. Как говорится полдня охоты три дня работы. в поте лица надо будет таскать. Ну сейчас хорошо хоть пропилил тут почти полтора километра. А там 400 метров в сторону с путика. Вот какая хрень крутей перехожу возле избушки. По моим подсчетам 3-4 ходки еще две ходки я сделал. Ну три-то это с натягом это уж совсем если загружаться нормально. А так думаю на четыре раза. ворону перекличку делает надо мной прямо сидит и смотрит что я тут делаю. Обычно осторожно улетает сразу. Прячет прячет сухарик. нахрен скажи мне твои сухари. Мясо наелся. Ну все никто не найдет. gear нахрен пусть по стопе нахрен есть э подсчет м как говорится терпение и труд мозоли натрут помаленьку из леса в машину перекочевывать мясо после первого рейса сегодня в избушке сушился немного обедал по-человечий супец разогрел второй рейс пошел делать сыро слякотно снег ногами хрустит нагрузились вернее я нагрузился гермомешок на день рождения подарили можно так прямо мясо пихать без всяких пакетов на все равно пакет потому что у машины удобнее пакет вытаскиваешь его сразу в мешок запихиваешь пакет надо по кускам все это дело вытаскивать из мешка но тут еще на завтра осталось он закидал так ветками до снега воронью чтобы не видела сильно то чтоб меньше в глаза бросалась ну еще настолько жестко сколько здесь мешки чай попил вас ждет на тюга пойдем с мужа надоело по одному месту берите он хочет дальше уже бежать я дальше не иду он сюда то сейчас на вторую ходку неохотно так пошел скажи чем мы тут уже были какого хрена тут опять тоже место идти в одного места лазить создал фарт понял что в избушку идем напрямую час но вот вот он я фиолетовая точка то он уже бежит к избушке уже подбегает 570 610 метров уже от меня а Продолжение следует... 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 как оно и должно быть уже по времени глухаринный след там был вдоль этого сосняка но они тут живут в сосняках в лес и и и и и и Раньше раздражало, когда собака постоянно проверяет хозяина. Только остановился у капкана, тут же опять прибегает обратно, возвращается. Тут я как понял, это нисколько не мешает ей лосей обваливать. Вот у меня уже второй такой кобель, тот тоже у меня три года прожил дик и у него тоже мода была убежит. Только остановился у капкана, смотришь, он уже обратно бежит на елки-палки. Психовал, психовал. Но тем не менее он лосей облаивал. Лоси от него не убегали как-то, а мода у него была такая облаивать. Тяф-тяф, тяф-тяф, как на белку. Не поймешь даже кого он там облаивает. К капкану подошел, приманку съели. Почти все капканы пустые, без приманок. Ну а белки видать стирают, белки, кедровки. Вот тепель была. А вот теперь они сильно сдирают, опустошают, просто капканы все. Вот теперь надо часто проверять. Но у меня не было сколько? Шесть дней, наверное шестой день, как я насторожил все. Надо заново почти все их настораживать. Настораживать уже нечем. Сейчас вот белка одна попалась. Я что-то забыл с избушки взять приманку. Там-то дают до хрена. Девать некуда. Сейчас до конца путик проверю. Там может что-то попалось. Буду здесь прямо разрубать и развешивать приманку. Вон белка еще похуже облаивает. Может белку сейчас подстрелю. Я не досказал про собак-то, что вроде возле ног крутятся, но тем не менее лосей облаивает и получается стрелять из-под них. Странно как-то. Вроде кажется, что если рядом собака, значит я лосца рано услышит. Раньше, чем собака его найдет и облаивает до подхода хозяина. Но нет, ни хрена он получается. Вот тот кабель тоже у меня сколько раз облаивал. Вроде крутится под ногами, под ногами, потом смотришь, исчез. Слышишь, лает. И этот кабель тоже. Вот вроде все время здесь был. Потом раз, я уже смотрю, он где-то исчез. Подхожу, там лосиные следы. И вот 500 метров он отошел. Я постоял, еще подождал. И все, он облавил там. Они в стороне просто были, там паслись, кормились. А что вот так вот получается. Если рядом собака, то это еще не значит, что она лосей не облает. Кедровок тучи. Недели у нас не было с фартом. Вот лиса уже пошла по путику. Белка висит, что ли. Лиса все тут излазила. Белка висит. Приманки как раз нет. Сейчас разрубить. На обратном пути пойду. Это вот тот капкан, который сачепом. Про него рассказывал, за него снимал. Здесь вот белка и залезла. Белка попалась в крайний капкан, где я обедал. Я всегда обедаю. Тут собор все вокруг истоптал. Подходил, смотрел, примерялся и ушел. Место обеда пришел. Здесь разворачиваюсь и обратно. Потому что сегодня мне надо домой еще ехать. 4 часа езды. Короче, с этого путика 20 с небольшим капканом 5 или 6 белых и один соболь. Соболя я не показываю. Потому что с нашими дебильными законами, которые наши мудрые законодворцы принимают, мы поставлены в разряд браконьеров с многозахватывающими капканами на соболя. Белку мы можем ловить. Соболя нет. Поэтому я такие вещи не снимаю. Извините. 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 самая мировая еда на охоте сало с хлебом даже если замерзнет в рюкзаке не страшно не занимает место мало в рюкзаке но сытная несколько кусочков съела на елся все этот заезд закончен сейчас по дороге ничего не встретим то сразу домой поедем пока до следующего заезда не было печали на пути трассе опять по наваляло блин здесь и дальше он остановился показать какой ветровал там от раньше лес стоял то все вот сейчас наваляло сейчас пилил это все с этого ветра сколько наваляло сплошняком вот некоторые остались тут все ветер положил тут самая вершина горы пупок поэтому тут ветер сильный был